добрейшего всем утречка самого-самого доброго привет всем из запорожья ночь у нас была очень тяжелая 3 часа ночи у нас были сумасшедшие взрывы мы тут подпрыгивали и стекла дрожали феликс очень тяжелая ночь а потом новостях смотришь про все пишет про одессу пишут про николаев пишут про взрыва но зато про запорожье никто ничего не пишет как мы тут живем никто ничего не пишет но ночь была очень тяжелая очень тяжелая ну слава богу она прошла я очень надеюсь что нет жертв что нет пострадавших хотя было столько взрывов сильнейших что думаю что там к сожалению без жертв не обошлось но об этом почему-то в новостях никто не пишет почему-то эта новость скрывается особенно за запорожье наверное за другие города тоже вот такие вот наши дела живем одним днем ночь прошла и хорошо до вечера дожили слава богу такая вот у нас наша реальность до филюшка до винограда у нас зато в этом году очень много и это радует надо его побрызгать надо его побрызгать иначе опять какая-то зараза нападет на него какой-то этот плесень какой-то грибок начнет он портится поэтому нужно их обрабатывать регулярно тем более сейчас дожди прошли то что такое опять сирена немножко пасмурно потому что собирается дождь и опять у нас собирается дождь смородина красная спеет потихонечку спеет не подвязала в этом году эти кусты и они разложились такая у нас смородина в этом году нет ни вишни не абрикос ничего такого нет не слива нет в этом году ни у кого практически где-то кто-то привозит на рынке продают по чуть-чуть совсем мало вроде бы юг ничего такого нет а ягод много смородины много малина есть клубника да вот сирена замолкла как только беру камеру то сирена у нас то дождь идет вот тут немножко малины это немножко малины у нас вот такие вот новости у нас а это жимолость 5 кустов жимолости разные посадила как рекомендовали все куста кусты разные форта разные но что-то она меня не впечатлило в этом году был первый раз урожай вот и я с мужем приняли решение ее выбросить или кому-то ее отдать выкопать и отдать потому что мне она не совсем понравилась она кислая а такие кислые ягоды я не люблю уж лучше смородины посадить чем жимолость пусть она будет тысячу раз полезная мне она не нравится 4 куста посадила ежевики вот той о которой я вам говорила небеса могут подождать вот это вот ежевика вкусная она не колючая ягоды такие крупные крупные хоть на выставку шикарная ежевика поэтому беру своим опытом так сказать это мои огурчики маленькие уже цветут уже цветут и пчелки работают над ними пчелки трудятся это помидорчики у нас понемножку по чуть-чуть у нас есть все вот так как-то я не угадала с цветами в этом году что-то у меня сейчас пусто и цветов нет кроме роз которая во дворе и тут вот на ступеньках в сад а так и цветов пока нет гладиолус у меня здесь и чуть чуть дальше я посадила а тут у меня лилейники но пока еще ничего не цветет один одинокий флоксик начинает цвести люблю я флоксы и низкие которые во дворе шаловидные люблю и эти высокие люблю их столько разновидностей это лилейники скоро скоро это будет темно-темно-красные такие бордовые лилейники они обалденно красивые потом покажу в принципе и все маленький сад я уже говорила у нас участок напополам и вот эта труба красотень страшная но никак по ее не выбросим участок у нас напополам соседями у нас же дом напополам до старая история это еще мой бабушка с дедушкой купили этот дом после войны напополам со своим лучшим другом и так они жили одной семьей вот у нас даже забора не было там за ежевикой у нас маленькая маленькая сетка сетка рабица это метров до метров 80 сантиметров где-то там чуть-чуть и чтоб собаки не бегали и коты не мешались а так у нас и даже не было забора жили одной семьей моих родителей не стало и соседка продала свой участок как-то так получилось сейчас здесь живут другие люди мы живем мирно все хорошо поэтому участок маленький у нас хочу сделать пирог такой желейный желейный легенький пирог а вот по поводу ежевики это самый большой первый курт вот эти небеса как могут подождать называется вот она цветет на только только цветет на куст огромный пуст огромный и плодов очень много очень очень урожайная и удивительно сладкая удивительно сладкая я ее в этом году хочу рассадить еще она даст пару пару таких отростков к осени сейчас она плодоносит потом будет выпускать стрелки вот одна стрелка я ее прикопаю и там дальше другая вот у меня уже будет два саженца гарантированно и я ее размножу очень нравится супер просто супер ладненько пошла я делать заготовки на этот пирог желейный сейчас залью желе не сделаю пирог роза кстати моя уже отцвела уже все это все можно уже посрезать а новых бутончиков нет хотя говорили что у некоторых эти розы цветут до сентября это все посрезали убираем а новых бутончиков нет почему-то такая вот моя розочка я же хотела такую же красную розу то ли ее то ли наподобие боже соседи кричат тут я выкопала жасмин освободилась с места выкопала жасмин и сюда я хочу посадить розу чтобы у нас был вход по ступенькам во двор так сказать в розах все мои дорогие друзья я пошла делать пирог а потом если мне получится я вам покажу мою новую работу только-только начинаю ее а тут есть бутончики а тут на это и есть бутончики она то и нету и 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 как быстро сделать летний тортик с желе и ягодами, что у меня за желе у меня сегодня, только такое желе, апельсин и клубника, ну и хорошо, будут апельсиново-клубничные пироги у нас, тортик. Две разные тарелки, чтобы быстрее застыло. Я, конечно же, сладкоежка и летом люблю именно этот тортик, он легкий, желейный, фруктовый, ягодный такой вот, очень легкий тортик. Сейчас я сделаю бисквит, я их уже достала, ножницы раритетные, мамины, даже бабушкины. У меня в этом доме все раритетное, все родительское, практически все, кое-что я сейчас уже начала свое привозить, но пока тут все родительское. Так, не важно, сейчас мы делаем тортик. Я сделала уже железо, залила, оно очень-очень горячее, вода остынет, я поставлю в холодильник. И пока оно будет в холодильнике застывать, я сделаю и спеку бисквит. Я не знаю, что может быть проще, что может быть проще, чем этот пирог. Это я раньше заморачивалась сложными тортами, наполеонами, заварными пирожными и разными многослойными пирогами. А сейчас все очень просто, быстро. Обычный бисквит, немножечко усовершенствовали, лимонная кислота, сахар. Все как обычно, стакан сахара. Я чуть-чуть в ванильке положу и взбить. Я взбила миксером, хотя зря можно было не заморачиваться. Можно было просто венчиком взбить, без фанатизма. Так, сюда я добавлю ложки две столовые подсолнечного масла, рафинированного, обычного. И грамм 50 молока. Наверное, 100 грамм вина молока сюда. Стакан муки, обычный 200 граммовый ложка. Где моя ложка? Это 4 ложки столовых с горкой. 4 столовые ложки. Проще не бывает. Сейчас я стала обычные, дачные, простые пироги делать. Сейчас мой кухонный девиз стал без фанатизма, то есть быстренько сделать. Все, в принципе, делаю на глаз, так сказать, интуитивно. Духовку я включила, нагревается и сейчас я вылью это тесто в формочку и спеку до готовности. У каждого своя духовка, поэтому я не знаю, как ваша печет, моя где-то 180 градусов будет минут 35, наверное, 40, на небольшом огне, так не спеша. Я думаю, минут 35 хватит. Все. Так, я возьму форму, немножечко ее смажу маслом. Все это дело вылью благополучненько в эту форму. Как поросенок, поспешила, развела. Все, теперь в духовку. Так, я пока поставила в духовку наше тесто печься, наш бисквит, жилье в холодильнике, а я сделаю такую соединительную прослойку. У меня желатин, столовая ложка. Утром на столовая ложка. Я ее залью не водой, а холодным молоком. Пускай набухается, набухается. И я потом в микроволновке его немножечко разогрели. Оп, горячая. Сейчас я его достану. Неслилка. Надо было дать остыть, но мы нарушим всяческие технологии. О, какой красивый. Какой красавчик. Все. Пусть остывает. Так. Я довела до кипения в микроволновке наше молоко и желатин. Добавила 100 грамм сюда сахара, потому что я буду все не сладкое добавлять. У меня сливки и сметану. Поэтому я сейчас сюда все добавлю, а потом покажу, что делать дальше. Почему я добавляю все ингредиенты в горячее, в горячее сюда молоко? А это для того, чтобы меньше пачкать посуды. Зачем нам тут развозить? Сметану вылили, сливки их тут немножко у меня. Добавили. Все. А, упала камера еще, конечно же. Что это за чудо техника такая. Держись. Не падай. Все. Остатки. Все перемешать. Все готово. Бисквит еще горячий. Не буду его резать, пускай подостынет. А потом такими вот кубиками, красивыми полосочками или кубиками порежу. Густенько все это. Кстати, подстывает и даже такое густенькое становится. Так. И все. Вот так тебе порезать. Ну, примерно. 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 Квадратики такие. Оп. Вот такие квадраты. Квадраты. Уже остыли мои бисквитики. Я их вот так выложу. Еще насобирала ягоды малины. Будут у нас с малиной. С малиной. Оп. Вот так. Вот так. Вот так. И заливаем. Опа. Опа. Где моя желешечка? Где желешечка? Я, наверное, ее так не разрежу. Наверное, я ее вот так сделаю. Вот так. Так. И такие вот желешечки. Оп. Он еще не совсем застыл. Не такой твердый. Но нам этого и не надо. Главное, что можно его как-то разделить. А дальше пусть он в холодильнике все вместе и застывает. Оп. Оп. Раз у меня две тарелки желтого, одна тарелочка красного, значит будем чередовать. Желтая, красная и сюда. Теперь бисквит. Угу. Вот. У меня еще малинки. Смородину не кладу, потому что кисловато. Не хочу я кисловато. Ну, вот так вот все. Опять залью. Так. Где наш красный? Красная желешка. Так. Теперь. вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь сверху малинку. И совсем ее сверху оставить. Наверное. И все. И все. Раньше этот тортик назывался битое стекло. Как его только не называли. Если зеленое желе с киви. то есть изумрудное. Изумрудный домик. Ой, как его только не называли. Попадай. Так. Чтобы там все у нас пропиталось. Так. Все. Сверху. Немножко маленькие. Оп. Наверное, я туда все-таки утоплю. Отправляемся в холодильник. У нас единственное, это днем есть вода. Можно полить сад. Вечером воды уже нет. И это большая проблема. Тут хорошо в тенечке. Под вишнями. Под абрикосами. Поливаю сейчас огород. Пока мой пирог остывает. Пока железо остывает. Занимаюсь я поливом огорода. Вот. Потому что вечером воды у нас нет. Вечером у нас воды нет. Напора нет. Это так уже, наверное, больше сорока лет. В этом доме такая система полива. Причем у всех и у соседей. У нас тоже слабый-слабый напор. И пока есть хороший напор. Пока все на работе. Все соседи на работе. Я воспользуюсь моментом и полью огород. А вечером я буду заниматься своей новой картиной. И вам ее покажу. Сначала я доделаю пирог. Сейчас желе остынет и я его доделаю. А пока наслаждаемся красотами сада. Деятельность у меня полным ходом. Только вам проговорила за эту жимолость. Уже приехала женщина и забрала. Наша местная запорожская женщина. И забрала все пять кустов. Вот. И моей груши будет больше места. Моя игрушка. Азиатская груша. Покупала на сайте азиатская груша Чиа. Чиа. Ой, хотя бы не обманули. А то у нас как покупаешь что-то на сайте. Вечно какой-то сюрприз. Сейчас на сколько места у меня освободилось. Теперь можно что-то сюда планировать. Я вам не сказала, что я еще заказала плетущиеся розы. Четыре штуки. Четыре розочки. И возможно я одну из них посажу сюда. А две хочу же в кашпо посадить. В ту, которая у меня в этом. Во дворе. Чтобы было. Чтобы было. Чтобы было во дворе. Вот. Так что займусь розами. РISКОМАНОВСКОГО. РISКОМАНОВСКОМАН Для загравки до кон驜 Kil black for a hope. Д方 quick wo. В мине Higher는 верх vì в районе. По Steve heures. До announce metros boleh. Влезло все. На, Феликс, влезло все. Посмотри какая красота, какие золотистые, наши колбаски Пока горячие будем кушать. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!